Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Снова после выходных мы с вами возвращаемся на финансовые площадки, чтобы следить за фундаментом, основными событиями и на основании этих событий строить наши среднедлагосрочные инвестиционные идеи. Хорошо, что миновала прошлая пятидневка, поскольку вы сами все прекрасно видели. Наверное, такой скучной недели, как прошлая, у нас не было уже довольно-таки давно. Я даже не припомню ни одного важного отчета. Единственная статистика, на которую можно было обратить хоть какое-то внимание, пришлась на заключительную торговую сессию. Мы ждали ВВП, розничные продажи и, к сожалению, даже период ожидания не был вознагражден тем движением, которое мы могли бы увидеть в динамике, хотелось бы нам увидеть в динамике доллара и, соответственно, рисковых инструментов. К сожалению, статистика, которая была опубликована по штатам, стала причиной дополнительного давления на доллар и ему пришлось отступать вдоль всего рынка и против всех своих основных конкурентов. И многие рисковые инструменты этим неплохо воспользовались. Единственный актив, который продолжает нам греть душу этот фунт, снижается, постепенно смещаясь к нашей долгосрочной цели, которая находится на отметке 1.28. Но пока мы до нее также не добрались. Но, учитывая ту волатильность, однонаправленную, которую мы наблюдаем в динамике фунта против доллара, уверен и практически не сомневаюсь, что мы сможем коснуться этого важного рубежа, может быть, даже совсем в считанные на ближайшие дни. Давайте обо всем по порядку. Отмечу, что сегодня, поскольку у нас начало недели, торговая сессия понедельника в 16.30, по Москве состоится традиционный вебинар, который будет посвящен основным событиям прошлой недели. Понимаю, конечно же, что статистики было не так уж и много, но все-таки на что-то стоило было обратить внимание. В частности, мы поговорим про рынок нефти, который, возможно, показал самое интересное движение на прошлой неделе. Остановимся на рубли и прибежимся по тем валютным активам, которые реагировали в том числе и за коррекции ключевых параметров денежно-кредитной политики. И речь здесь идет о новозеландской валюте. Также остановимся на ключевых событиях, которые у нас на повестке этого забега спекулятивного напятия полноценных торговых сессий. Посмотрим, на что нужно будет обратить наибольшее внимание и поставим к откосочной цели до конца недели по наиболее ликвидным валютным парам. Но забегая вперед, хочу сразу отметить, что на этой неделе у нас протоколы ФРС. Конечно же, не хочется снова ошибиться с точки зрения избыточных ожиданий, но я думаю, что протоколы могут стать пусеводным огнем, скажем так, для того же самого доллара. Если будут носить по-прежнему сохраняющийся жесткий подтекст, тогда у доллара появится возможность реабилитироваться, потому что именно это сейчас ему и необходимо делать, поскольку просадка уже довольно-таки серьезная, особенно по паре USD и иен. Тем более, что в ходе торговой сессии пятницы мы и вовсе какое-то время котировались вместе с американцами против иены ниже поддержки 101. Хорошо, что к концу торговой сессии быки все-таки нашли определенный интерес на рынке, чтобы воспользоваться им, использовать его и затащить пару повыше. Но давайте обо всем по порядку. Brent закрыл прошлую торговую сессию на уровне 47.16, сейчас котировки 47.32. Признаюсь то, что становится несколько боязнь даже за то, что Brent с таким восходящим импульсом, который по сути основан только на спекулятивном ожидании, что у нас встреча в Алжире, которая состоится в конце сентября, страны-экспортеры нефти, представители ОПЕКа смогут выработать какую-то солидарную позицию и каким-то чудом согласовать меры, которые будут направлены на восстановление спроса и предложения. Вы помните, что как только Brent оттолкнулся от локального дна, это произошло буквально в середине прошлой недели, как раз мы и зацепились за этот фундамент, который присутствовал на рынке, но строили ожидания и прогнозы на том, что этот импульс, который получил Brent, вряд ли позволит ему закрепиться там уверенно выше 45 долларов за бар. Мы видим то, что сейчас котировки находятся уже гораздо выше и если сейчас медведи не предпримут ничего стоящего, то быки смогут затащить Brent с нового уровня 50 долларов за бар. Это будет очень плохо и на самом деле очень странно, поскольку если мы будем подробно разбирать фундаментальную картину и попытаться с точки зрения тех новостных поводов, которые присутствуют на рынке, оправдать эту бывшую динамику, мы сможем как раз только засыпиться за предстоящую встречу в Алжире и гадать, предполагать, что на этой встрече могут последовать какие-то прогрессивные решения. Но будучи с вами уже научными на опыте, вы помните прошлое заседание ОПЕК, которое было не в формате неформальной встречи, а самое полноценное заседание с четко сформулированной и обоснованной повесткой с конкретными вопросами, которые ставились на обсуждение. В итоге стороны не договорились. Сейчас мы не будем повторять ошибку, не будем проецировать эти ожидания, точнее не должны проецировать эти ожидания с точки зрения возможного серьезного объяснения, либо предпосылки для состоятельности обычного ралли. И исходя из того, что нету этих самых факторов, которыми можно было объяснить возможность тестирования уровня 50 долларов за бар, я, пожалуй, этого сейчас сделать не буду. А напротив обозначу вам вторую чашу, другую чашу весов, где очень много негативных факторов, которые указывают на то, что Brent сейчас, с точки зрения статистики, вооружен негативом как никогда. Вспомните прогноз Международного энергетического агентства на прошлой неделе, которые спрогнозировали снижение спроса на нефть практически на 100 тысяч баррелей в сутки. Вспомните статистику по запасам нефти по версии API и Минэнерго США. Эта статистика указывает на то, что запасы снова растут. И мы говорили о том, что, скорее всего, это новая тенденция, новый тренд на рынке энергоресурсов, который должен выступать причиной как краткосрочного, так и среднесрочного давления на Brent. Плюс ко всему, в пятницу еще была опубликована статистика по Китаю. Если говорить в целом по отчетам, роничные продажи, промышленное производство и инвестиции капиталовложения в народные хозяйства. В частности, роничные продажи 10,2% с 10,6%, промпроизводство 6,6% с 6,2% и инвестиции 8,1% с 9%, то есть серьезный спад. Мы снова вернулись к понижательному тренду, а поскольку речь идет об экономике Китая, которая у нас является своего рода бенчмаркой настроений, барометром общего состояния мировой экономики. Мы должны были прийти к выводу о том, что в случае закрепления этого тренда и дальнейшей слабой статистики Китай снова будет провоцировать массу волнений на рынке. И влиять на будущие показатели спроса на нефть, соответственно, и состояние мировой экономики. Странно, что нефть проигнорировала и этот фактор. Я надеюсь, что он даст о себе знать, поскольку является одним, может быть, из серьезных фундаментальных предпосылок, сигнализирующих о том, что товарное сырье должно снижаться. Следующий момент. Это агентство Плац, которое также опубликовало прогнозы ближе к концу прошлой недели по спросу на нефть со стороны Китая. Вы помните, что даже до выхода слабой статистики была уже сформирована тенденция того, что импорт сокращается, поскольку растет импорт альтернативных источников энергии, в частности газа. Мы следили еще за статистикой по количеству платформ и буровых в США прошлой неделе. Снова прирост. Это 396 с 381. То есть плюс 15 штук. И уже которую неделю подряд. А это на 9 или 10. У нас увеличение количества платформ, которые являются следствием как-то тренд и тенденции того, что сланцы у производителей возвращаются на рынок производства нефти из-за того, что оно более-менее рентабельно с учетом актуальных цен. Были опасения того, что снижение цен на бренд и уход, уверенный уход ниже 45 долларов за баррель может остановить прирост количества платформ. Но учитывая то, что этого не произошло и сейчас в котировке 4732, я думаю, что мы смело можем ставить на то, что и эта неделя будет со знаком плюс по количеству нефтяных терминалов в рамках Соединенных Штатов Америки. Вы помните, что рост количества платформ стал причиной снижения темпов сокращения производства, что позволяет нам предположить, что при сохранении подобной динамики мы вовсе сможем практически замедлить и остановить это сокращение и выйти на определенные признаки и предпосылки для Аплюса. Ну и, конечно же, ОПЕК, который отдельными регионами продолжает увеличивать существенное предложение в Саудовской Аравии, Иран, Ирак, Нигерия, Ливия, которые также пытаются восполнить ранее утраченные объемы по производству и увеличивают, разгоняют предложения, которые присутствуют на рынке иных ресурсов. Поэтому негатива у нас более чем предостаточно. Если еще и в ходе этой недели мы получим свидетельство роста запасов очередное по АПИ и Минэнерго, если и доллар сможет все-таки отстоять свои лидерские качества и получит поддержку со стороны протоколов, тогда против нефти будет действовать еще и доллар. Исходя из этого, вывод напрашивается сам собой. Если у нас есть фундаментальный перевес в сторону того, что бренд должен котироваться ниже 45 долларов за баррель, я предлагаю пока все-таки хоть и с опаской смотреть на то, как разворачивается ситуация на текущий момент, но подсознательно быть уверенным в том, что разворот и слом этого локального восходящего тренда может произойти в прямом смысле и в буквальном смысле в любую минуту. Поэтому ждем снова закрепления бренда ниже 45 долларов за баррель, поскольку понимаем, что фундаментальная картина создает массу условий для подобной динамики. Российская валюта 64,58 продолжает отыгрывать укрепление нефти. Ну, в частности, снова мы видим признаки раскореляции, поскольку нефть выросла очень неплохо и могла придать рублю больше ускорений. Но рубль также замер в очень узком коридоре 64,50, 65,50 и, наверное, так и будет пребывать в этом канале, но с небольшой погрешностью ухода за его границы, вплоть до выборов, которые состоятся в Думу в середине сентября. В сентябре у нас много важных событий, которые могут повлиять и на динамику доллара. Вы помните, что в сентябре у нас следующее заседание ФРС, где будут пересматривать основные параметры денежной политики и процентную ставку. Конечно же, вероятность того, что, особенно после последних отчетов, что-то произойдет в изменениях и со ставкой низка. Но все-таки трейдеры и участники рынка обсуждают до конца этого года два заседания, сентябрьское и декабрьское, и каждая из них рассматривает с точки зрения, опять же, потенциального решения ФРС по ужесточению монетарной политики. Мы будем за этим тоже следить. До сентября еще нужно дожить. А вот что касается, опять же, политических выборов, это тот самый новостной фон и повод, который уже поддерживает курс рубля. И как мы с вами предполагали еще больше месяца назад, политическая тема будет сейчас доминирующей, поскольку рубль сейчас лучше держать в узком коридоре. Даже несмотря на те проблемы, которые несет и имеет российский бюджет, дефицит превышает больше полутора триллионов рублей, но провоцировать резкую девальвацию рубля, которая будет чревата резким ростом индекса потребительских цен на фоне замедления заработной платы и по-прежнему абсолютно неоднозначной, точнее, абсолютно однозначной неуверенности в завтрашнем дне со стороны российских потребителей. Сейчас не нужно корректировать цены, конечно же, и провоцировать еще больше опасений и панику со стороны социальных таких моментов и со стороны социального сектора. Поэтому рубль у нас будет зажат в узком коридоре. Хотелось бы, конечно же, увидеть выше 66, но без возвращения бренда ниже 44 долларов за баррель, пока нам придется повременить с реализацией этих ожиданий. Европейская валюта против доллара 1.1160. Мы видим то, что коридор 1.10-1.12 держится. Я говорил, что в случае тестирования сопротивления 1.12 европейскую валюту лучше пока не рассматривать для трейдинга и покинуть этот тандем валютных активов, дождаться снова возвращения ниже отметки 1.1100, чтобы построить, опять же, на основании актуального новостного фона дальнейшие ожидания и прикинуть с ориентированной вероятностью тестирования поддержки 1.10. На прошлой неделе, как вы помните, каких-то значимых отчетов мы, по сути, не дождались. Но единственное, на что обращали внимание заведомо заранее, это отчеты по ВВП, как Германии, так и валютному блоку. Этот блок статистики вышел в пятницу. В частности, говоря про темпы экономического восстановления. По Германии 0.4% с 0.7, квартальный прирост годовой 1.8% с 1.9%. То есть, спад уже, который квартал вподряд, и это явное подтверждение того, что немецкая экономика утратила импульс экономического восстановления. Валютный блок в целом еврозона 0.3, квартальный прирост в полном соответствии с аналогичной оценкой прошлого квартала. И 1.6% также оценка, которая совпала с прошлой фактической цифрой, которая находилась на уровне 1.6%. В целом, экономический рост оставляет желать лучшего, но мы понимаем, что это как раз те отчеты, которые стали первыми после автономности Англии и выхода из состава Европейского Союза. Мы понимаем, что пока картина продолжает ухудшаться и, скорее всего, будет еще хуже. И понимаем, что слабая статистика по еврозоне, по темпам экономического восстановления вкупе с ожидаемым снижением инфляционных давлений, может заставить Европейский Центральный Банк снова подарить нам надежды на то, что будет действовать и отстаивать проактивную позицию. Нам нужны дополнительные стимулы уже довольно-таки давно, поскольку, судя по всему, даже не нам они нужны, а европейская валюта, которая игнорирует все, и фундаменты США, и национальную статистику, видимо, заинтересована в каком-то агрессивном стимуле. Но, скорее всего, если это и так, то более агрессивного стимула, чем расширение той же самой программы количественного смягчения, или как альтернативы снижению процентной ставки на рынке, сейчас нет. Поэтому будем смотреть за развитием ситуации. Я по-прежнему считаю то, что евро вряд ли уйдет выше уровня 1.12. Скорее всего, мы будем наблюдать консолидацию в диапазоне пары сотен фигур, точнее пунктов, и претендовать на тестирование поддержки 1.10. Будем искать эти самые стимулы. Надеюсь, что протоколы смогут пролить свет на изменения монетарной политики, и надеюсь на то, что доллар воспользуется каким-нибудь, Надежда, жестким комментарием, и все-таки окажет давление на рисковые инструменты. Нам нужен уровень 1.10. Поэтому продолжаю подсознательно визуализировать эти котети именно к этому значению по паре евро-доллар. По фунту против американца 1.29.19 мы видим то, что фунт продолжает снижаться, реагируя на прошлое решение изменения монетарной политики. Это снижение ставки, программа количественного смягчения и расширения выкупа покупаемых активов, покупки дополнительных корпоративных облигаций на 10 миллиардов фунтов, присутствующие ожидания того, что агрессивное стимулирование продолжится и дальше. Мы уже предвкушаем следующее заседание Банка Англии, и продолжаем обсуждать возможность снижения ставки уже и по его итогам. На этой неделе у нас данные по рынку труда и по инфляции. И, как я уже отмечал в пятницу, я не сомневаюсь в том, что и эта статистика продолжит цикл негативных и мрачных отчетов в прошлой неделе. Поэтому 1.28 я предлагаю замахнуться на возможность тестирования этой поддержки даже до конца этой пятидневки. Как только доберемся, будем думать, как действовать в плане трейдинга по фунту дальше. Доллар японской иены сейчас торгуется на отметке 101.18. Постепенно видим то, что сегодня с открытием, которое было на уровне примерно 101.40, пара смещается в поддержке 101. Доллар нуждается в поддержке, нужен соответствующий фундамент, и особенно фундамент нужен в контексте того, чтобы нейтрализовать тот негативный фон, который мы анализировали с вами в пятницу. В пятницу вышли роничные продажи, 0% месячного прироста с прошлой, 0.8% оценки. Индекс цен производителей также просел, минус 0.4% в месячном выражении с прошлого роста на 0.5%, годовой минус 0.2% с прироста 0.3%. Плохо, конечно же, наблюдать такую динамику. Странно наблюдать ее по роничным продажам, поскольку буквально недели ранее мы говорили о росте личных доходов. Ну и, конечно же, неприятный момент связан со снижением индекса цен производителей, который влияет на инфляцию. Если заработные платы снова не вырастут и не подтвердят сохранение, собственно, этого индикатора выше 2,5% по среднему приросту, тогда, к сожалению, низкая инфляция может снова отбросить решение ФРС по повышению ставки. Сейчас эта статистика, конечно же, простимулировала медвежий ралли по доллару, и трейдеры рассматривают каждый отчет с точки зрения, опять же, будущей позиции ФРС по повышению ставки. Я думаю, что если бы не более-менее нормальный отчет по Мичиганскому индексу, когда он показал прирост 94-90 и комментарии Булларда, отметившего, что переоценка, опять же, доллара по отношению к национальной экономике сейчас чрезмерна, то есть, может быть, чрезмерными являются спекуляции относительно того, что синий доллар подрывает темпы экономического восстановления. И, по его словам, до конца этого года он по-прежнему видит как минимум одно повышение процентной ставки. Это в декабре 2016 года, то есть буквально, скажем, через несколько месяцев. В частности, спекуляции на эту тему сохраняются. Если это так, то нам, наверное, тоже не стоит отказываться от того, что статистика может улучшиться и могут снова измениться как рыночные ожидания, так и в целом позиционирование по поводу ужесточения монетарной политики. Очень многое будет зависеть от протоколов, которые у нас на носу на этой неделе. Давайте сейчас не будем особо ставить на рост доллара, поскольку наши прошлые прогнозы были чрезмерными. Мы ожидали, что как протокол, так и ставка ФРС станет очень убедительным фактором поддержки для доллара, но этого не дождались. Может быть, в качестве исключения это произойдет и сейчас. Хотелось бы. Пока просто полномерно следим за развитием ситуации. Если, еще раз повторяюсь, в ближайшей сессии пара USDJ закрепится ниже 101, тогда лучше бы покинуть и эту короткую сделку и ждать, пока USDJ снова уйдет выше 102,5. Только после этого можно будет снова присоединяться к длинным сделкам. Еще хочу отметить новозеландскую валюту. Вы помните, что Резервный банк Новой Зеландии пересмотрел процентные ставки, снизил с 2,25% до 2%. Поначалу реакция была совершенно обратной. Новозеландская валюта повторила динамику австралийца после снижения процентной ставки и отличилась серьезным повышательным движением, полноценным бычьим ралли. Но это бычье ралли я предлагал вам сразу продавать. И коррекция уже ссыхая больше 150 пунктов, актуальной котировки 0,7173. И полагаю, что при таком развитии ситуации и сохранении, опять же, давления на новозеландца на текущий момент, особенно после комментариев представителей Резервного банка Новой Зеландии о том, что политика будет оставаться ультрамягкой, то есть это фактически анонс возможности еще одного снижения процентной ставки, мы просто обязаны делать, опять же, ориентир и ставить на то, что USD иена, точнее новозеландец против доллара, коснется поддержки на уровне 0,70. И произойти это может в перспективе ближайших двух-трех недель. По остальным валютным парам австралиец также против доллара снижается. 0,7656 минус 100 пунктов с локального хая повторяют динамику и новозеландца. И не забывайте о том, что сейчас давление на эти валютные активы, на валюты океане оказывает еще и слабая статистика в Китае по роничным продажам, промпроизводству и инвестициям, вложениям в народное хозяйство. Если спустя несколько недель мы получим подтверждение того, что эти релизы повлияли на темпы экономического роста и оказали еще большее давление, тогда снижение этих валютных пар продолжится. Собственно, на этом все. Из важных отчетов о сегодняшней торговой сессии хочу предложить вам позднее событие. В 23.30 это выступление руководителя резервного банка Новой Зеландии Виллера, который снова будет говорить про денежно-кредитную политику. Но я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что именно мы можем услышать. То, что инфляция остается по медианной оценке на многолетних минимумах. То, что слабость Китая влияет на национальную экономику Новой Зеландии. То, что молочные аукционы по-прежнему указывают на то, что спрос и стоимость на сырье оснижаются. И то, что резервный банк Новой Зеландии по-прежнему готов снижать ставки и дальше. Эти формулировки могут стать причиной давления на новзеландца. Поэтому я обозначил в качестве весьма вероятной цели 0.70 на относительно ближайшую перспективу именно по новозеландцу. Поскольку с учетом такого новостного фона, действительно, он может оказаться одним из самых сейчас предсказуемых активов. И может быть даже волатильных. На этом все. В качестве кодового слова на сегодня давайте возьмем спикер. Величина бонуса 13% действует он до следующего брифинга. Который состоится, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. На этом все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте заходить на наш официальный канал на YouTube, подписываться на него, оставлять ваши лайки и комментарии. Отличной вам торговой сессии, попутного тренда и исключительно прибыльных сделок. Всего доброго. До свидания.